Дмитрий Тимчук у себя в фейсбуке заявил о том, что якобы из России на оккупированную территорию Луганской области, это так называемый ЛНР, едет группа ФСБ для зачистки несогласных с новой политикой Кремля. А уже через несколько дней якобы на эту же территорию должны прибыть ликвидаторы для того, чтобы ликвидировать неугодных. Первый вопрос, верите ли вы вообще в возможность таких вот спецопераций? Я просто хочу отметить то, что такая информация незакратно поступала, и она не соответствует действительности. Смотрим о системных оценках, что такие группы обычно проводятся такие операции целевые и только в отношении конкретных лиц. Полное зачистки соответственно сейчас не будет, потому что сценарий России и на территории Луганской области проводить. Выборы под контролем России и консервировать конфликт. И убирая там действительно целево отдельных лиц, или способ отзыва, как правило, очень редко ликвидации. Очень редко. Вот это уже когда полностью не контролируемые лица, которые не подчиняются ни спецслужбам, ни местным толстым руководителям. Поэтому то, что система зачистка, это очень сомнительно. И наши, если мы говорим об оперативных позициях, не подтверждают таких направлений. Отдельные лица, те, которые имеются на территории Луганской области, они имеются, они будут отзываться, они будут вывозиться негласно с этих территорий. Но если кто-то будет принять силу, конечно, спецпоразделение будет применять огонь. Вот такие форматы есть. Просто информация, которая сейчас поступала, и ранее поступала в ликвидации, это чисто такая популистская, непрофессиональная. И, конечно, прямо так ее воспринимать как факты, это невозможно. Намного работают глубже, тоньше. Ну, соответственно, таких массовых вариантов не хватит, потому что это будет подрыв именно геологии России. То, что она якобы стимулирует, поддерживает российские силы. Она якобы имеет какую-то цель более благородную в сохранении жизни. А тут они проводят зачистки, это как раз вот очень мощный и инфрационный, и психологический удар, особенно по местным направлениям, но, соответственно, по другим представителям пророссийских сил. Поэтому они так системно делать не будут. Будут делать очень выверенно, тонко и только точечно. Спасибо, Николай Игоревич. Мы ведь знаем, как работает российская пропаганда. Даже если какие-то будут там зачистки, скажем так, это может быть подано просто как зачистка украинской стороной? Ну, неоднократно уже были такие факты, когда мы говорим в отношении Казаков, которые были неконтролируемыми, некоторых чеченцев. Там проводились мероприятия, но это не было именно очень таким чрезвычайным событием. То есть мы получали оперативную информацию. Россия иногда об этом говорила, но она не получила мощное подтверждение развития, потому что часто оно все остается явью. Но если вот такие операции проводят, многие и боевики, и представители спецслужб, они ориентируются в том, кто это провел. То есть скрыть его очень сложно. Если мы говорим, если такое одного-двух человек, если это зачистка системная, на самом деле является, кто это проводит. Это как раз настраивает против. То есть это еще будет работать уже не только в среде руководящих этих структур ДНР и ЛНР, работать против России. Поэтому они такие откровенные. Если они пойдут, и то, что вывинить Украину, что они проводят спецоперации, то будут пытаться, но это будет неэффективно. Поэтому они уже это знают. Уже были такие факты. И они оказались неэффективны в плане обвинения Украины и наших спецслужб. Поэтому сейчас будут, конечно, проводить это все очень скрыто и не так массово, как кто-то говорит, там, участвуют в ЧП. Да, спасибо. Николай Иванович, еще один вопрос, если можно. Как вы оцениваете, какой сегодня процент населения, которое проживает в так называемой Луганской Народной Республике, какой процент сегодня не поддерживает политику Кремля? Ну, по предварительным данным, если так четко ориентируется, где-то 27-30% не поддерживает. Вот, большая, конечно, часть нейтральная. Они хотят мира и в любой ситуации, кто бы не был бы, и нормальной жизни. Это, если мы говорим, процентов в отношении процентов 50. И процентов где-то 13-17 откровенно поддерживают политику Кремля. Надеются, что они таким-то способом еще могут именно или спасать, или создать какие-то перспективные экономические условия. Они поднимают именно такие вопросы, как присоединение к Крыму, то есть присоединение к России, проведение референдума, присоединение. Ну, соответственно, еще очень большая часть боевиков, потому что в них выхода нет. Альтернатива – это минимум, если они бежать в Россию, максимум – это привлекаться к округам единственности, раскрытого органа Украины. Поэтому большая часть, она экстремистская, она активная, она, конечно, право-российская. Но, если мы говорим, в совокупности 77-80%, люди не хотят войны, хотят мирной жизни. Но большая часть в пассивном формате, не доверяя ни боевикам, ни центральной власти Украины. Ну, процентов 25-30 ориентируются все-таки, чтобы вернуться в Украину и продолжать уже в таком, как было формате, жить и развиваться.